здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию как я уже обещал изготовление стримеров или нимф с изготовлением вот такого хорошего материала как вы видите это тесьма изготовлена той же трубкой которую мы используем при вязании мушек нахлыстом поэтому я беру обыкновенную ампулку вот такую которую я уже неоднократно откусывал можно подобрать трубочку от чупа чупса посмотрите то что у вас будет в наличии но ампулку я думаю вы найдете всегда и по размеру какой вы хотите себе допустим изготовить два с половиной три четыре сантиметра длиной стример подготавливаете трубочку давайте я подготовлю и начнем с вами вязать я подготовил ампулку отрезал ее под свои габариты и отрезал кусочек вот нашей этой тесьмы в качестве крепления трубки я использую капельницу и установил все это на иголку подобрав подходящий диаметр чтобы у меня на ушки не прокручивалась моя конструкция добавил пару капелек клея на ампулку и теперь вот так аккуратненько прокручивая устанавливаю нашу трубку ее можно спрессовать сжать больше меньше это как вам уже будет удобно довольно таки удобно в работе вещь совсем совсем немножечко дабы здесь нам прихватить трубку сделаем два-три оборота промажем нитку клеем и сделаем завершающий узел я буду изготавливать самый простой вариант тот который в цветовой гамме работает мы будем говорить круглогодично в зависимости от погоды и по окуню и по судаку и по щуке там где я подготовил бортик и заканчивается моя пленочка я креплю нить меньшего диаметра закрепили никаких украшений нам не надо так как тело наше уже является украшением теперь для того чтобы создать крыло мне необходимо два цвета белый и черный как обычная можно допустим использовать белый зеленый любой цвет который допустим вы сможете подлине подобрать ну давайте мы сделаем его немножечко трехцветным возьмем совсем щепоточку белого вымеряем длину крыла так чтобы наше крыло по возможности доходило до загиба нашего крючка который мы будем устанавливать приблизительно вот где-то такой длины должно быть вымеряем остатки отрежем на место крепления нанесем капельку клея то есть клей будем использовать постоянно так как у нас трубка пластмассовая блестящий элемент наш тоже трубка тоже синтетическая и к тому же у нас мехписа сам по себе немножко скользковатый проверили вполне устраивает не крепим нашу наш мех следим за тем чтобы у нас эта . осталась уже как говорится наверху мы ее сдвинуть уже никуда не сможем не влево не вправо устанавливаем в одном месте подхватили примерили как раз будет достаточно теперь несколько жирнее возьмем щепоточку зеленого меха на трубки изготавливать можно все что угодно для любых видов рыбалки очень я уже повторюсь универсальная сама по себе снасть хотите не зацепляйкой хотите переверните поставьте тройник можно трубку приспособить и к любой блесне нанесем опять капельку клея и теперь второй элемент крыла как и третий элемент я буду слегка рассредотачивать над первым то есть вот так уложил и сверху обогнул так чтобы у меня перекрывала мое белое крыло подхватили вот так очень хорошо и теперь подберем мех черный подготовили кусочек меха чтоб подходил по длине он должен быть значительно длиннее и должен также как и наш зеленый мех огибать хорошо сверху весь мех следим за тем чтобы мех не уходил у нас за размеры нашей трубки посмотрели возьмем многоточком рассредоточим вот так мех удерживаем пальцем и теперь окончательно это все подхватим возьмем вот такой блестящий плоский голографический люрекс и с трех сторон с двух сторон можно с трех сторон уложим его аккуратненько подхватили подхватили отрезали величину крыла вы можете выбирать себе сами в зависимости от того какие у вас будут условия рыбалки если это быстрое течение или же большое погружение идет на большие глубины тогда желательно конечно под свои условия подобрать конкретно крыло я вяжу это для рыбалки спиннингом с использованием чебурашки поэтому крыло для меня большой роли здесь не играет так как основная грузка у меня будут выполняться чебурашкой подкрепили закрепили с трех сторон подровняли отрезали и теперь как обычно я делаю чтобы мне мое крыло не мешало я возьму его вот так подровняю своим клеем и как раз нам видно как расположено наше крыло очень даже симпатично больше мы блестящих элементов не добавляем вполне достаточно так как тело у нас привлечет привлекает плюс еще наш голографический люрекс нам необходимо выполнить опушку по остаткам у меня остаются вот такие вот перья гризли вы можете целое перо как вам будет удобно я уже перышко подготовил нам для формирования опушки понадобится буквально один или полтора оборота крепим наше перо крепим наше подготовим площадку для намотки пера так чтобы она была у нас достаточно ровненькая и начинаем обмотку аккуратно вводим бородки чтоб они у нас не путались отъебаю в сторону и смотрим сколько нам понадобится оборотов перо можно здесь использовать шартрес любой цвет который будет у вас иметь контрастность с вашей мушкой я изготавливаю в большей степени в нейтральных тонах так как грунт у нас светлый мушка не должна быть очень очень яркой вот у меня вышло как раз два оборота аккуратно следим за тем чтобы наша нитка не забирала лишние бородки закрепим перо отрежем остатки как вы видите друзья мои я вскрыл немножко лаком место крепления нитки здесь необходимо будет пропитывать лаком неоднократно для того чтобы вышла красивая симпатичная головка и вот наш симпатичный вот такой красивый стример который можно использовать в нахлости в данном варианте с щебурашкой это для спиннинга пробуйте если у вас по каким-либо причинам допустим нет меха писца достаточной длины можете связать с искусственного меха длины его вполне достаточно поэтому пробуйте экспериментируйте всего вам хорошего до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч